В городе Реутов состоялась 18-я конференция Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», в которой приняла участие и делегация Ленинского района. Сергей Кошман выступил перед делегатами в связи с предстоящими выборами в областную думу. Он принял решение баллотироваться депутатом по Дмитровскому округу. О том, какие еще вопросы, обсудили на конференции в репортаже Юлии Пагасьян. 14 сентября в Московской области ожидаются самые масштабные выборы за последние несколько лет. Сейчас продолжается активная подготовка к ним, и эта конференция была посвящена прежде всего предстоящему единому дню голосования. На заседании подвели итоги стартового периода избирательной кампании, обозначили дальнейшие цели и задачи, а также выдвинули кандидатов в Мосуболдуму от партии «Единая Россия». Мы рассматриваем итоги, отмечаем их как вполне удовлетворительные, отмечаем хорошую активность избирателей. Мы собрали более 700 наказов, которые войдут в предыдущую программу как нашей организации в целом, так и отдельных наших кандидатов в отдельных местах отделения. Одним из кандидатов в Московскую областную думу стал глава Ленинского района Сергей Кошман. Он выдвигается по Талдомскому и Дмитровскому округам, показав себя хозяйственным руководителем и имея большой стаж работы в Мосуболдуме. В свое время он проработал здесь 15 лет. Этот шаг будет логическим продолжением его деятельности. Чувствую, что сформировался как возможный кандидат в депутаты Московской области. Работать умею, люблю работать. Права отстаю своих избирателей второго округа. Огрог большой, непростой округ, хочу сказать, потому что и Талдом, и Дубна, и часть Дмитровского района. Люди хотят перемен хороших, люди верят нашему губернатору, а значит требуется деятельная и серьезная работа. Помимо основной темы конференции, делегаты не могли затронуть и такой волнующий всех россиян вопрос, как трагические события на Украине. Уже не один месяц идет сбор средств пострадавшим, и Сергей Юдаков еще раз обратился к главам муниципальных образований, чтобы активнее помогали людям, потерявшим родную землю и кровь. Также в ходе заседания были вручены благодарственные письма наиболее активным членам регионального отделения партии «Единая Россия». Ленинский район был отмечен за успешную реализацию онлайн-проекта «Мы вместе». Можно сказать следующее, что это была некая репетиция и инициатива, как поднимать, как сплачивать наших единороссов, наших партийцев, и не только, и тех, которые взлят с нами интересы и взгляды. Те люди, которые точно так же вместе с нами ведут линию нашей партии. Юлия Погосян и Адамия Елена Кошелева. Видное ТВ.